Всем привет! Вы на канале HomeExpert. Представьте, что вы отправились в путешествие или дальнюю поездку с грудным ребёнком на машине. Берёте с собой автокресло, а в багажник кладёте шасси для коляски и саму люльку. А чтобы выходить на прогулки во время остановок, каждый раз собирайте и разбирайте эту конструкцию. А если рядом с малышом только мама, то слово «поездка» быстро превращается в слово «проблема». Сегодня в нашем обзоре то, что решит эту проблему раз и навсегда. Это единственное в мире автокресло со встроенными колёсами Дуна. Расскажем, почему его называют устройство 3 в 1, безопасна ли такая модель и как не нарваться на подделку. Подписывайтесь на канал, у нас тут всегда уютно, неизменно полезно и вообще интересно. Держим в курсе самых технологичных устройств на рынке. А теперь начинаем. Сперва расскажем, для кого подготовил свою модель этот израильский бренд. Автокресло относится к категории 0+, и подходит для малышей весом до 13 кг и ростом от 40 до 81 см, то есть примерно до года. Общие характеристики модели на экране. В первые три месяца малыш может находиться в кресле максимум 40-45 минут подряд. Дуна учли этот момент и позаботились, чтобы родители смогли взять новорождённого в дальнюю поездку, а не оставлять его под присмотром бабушек и дедушек. Кресло сделано из ударопрочного пластика с дополнительными слоями из пенополистирола, которые защищают ребёнка от боковых ударов. В целом кресло выглядит надёжно, нет какой-то расхлябанности в деталях, чувствуется, что оно крепкое. Сверху можно надеть капюшон для защиты от дождя или солнца. Дополнительно можно купить дождевик, москитную сетку или защиту от солнца, чтобы закрыть всю поверхность коляски. Для самых маленьких есть специальный гипоаллергенный вкладыш с подголовником, чтобы обеспечить правильное положение ребёнка в автокресле. Вкладыш прорезинен с задней стороны, а значит не будет сильно ёрзать, даже если ваш малыш претендует на название самого активного. Ребёнок надёжно фиксируется в кресле пятиточечным ремнём безопасности. С помощью серой кнопки можно отрегулировать длину шлейк, а их высоту можно настроить с задней стороны спинки. Само кресло по всем правилам безопасной перевозки малышей устанавливается против хода движения и крепится к сидению автомобиля штатным ремнём безопасности. Чтобы зафиксировать люльку, достаточно продеть ремень у направляющие. А если ваш автомобиль оборудован системой крепления детских кресел Isofix, то вы всегда можете докупить специальную базу для автокресла. Вот как это работает. Устанавливаете базу на заднее сидение автомобиля. Заводите направляющую в крепление Isofix. Раскрываете телескопическую ножку, чтобы она упиралась в пол. Если установили правильно, на ней загорится зелёный индикатор. Теперь поверх базы устанавливаем само кресло. Ещё один зелёный индикатор на корпусе подскажет, если всё верно. База Isofix обеспечивает дополнительную защиту и устойчивое положение в машине. С ней вы точно знаете, что автокресло установлено правильно, и даже при резких торможениях кресло не сдвинется с места. И ещё одна важная особенность. Весь текстиль можно снять, так что больше не придётся по полчаса тирать кресло после неудачных кормлений. Просто снимаете чехол и отправляете его в стиральную машинку. А теперь самое главное – функциональность. Дуна – это не только автокресло, но ещё и коляска с люлькой. Представьте, что вы достали ребёнка из машины вместе с креслом, и теперь вам нужно одной рукой достать шасси из багажника и закрепить там каким-то образом люльку. Второй вариант – носить тяжелемое кресло вместе с ребёнком. Согласитесь, не очень удобно. И совсем непросто, если речь идёт о маме, которой пока ещё нельзя поднимать такие тяжести. С моделью от Дуна таких проблем нет. Вы просто раскрываете колёсики и спокойно везёте малыша в полноценной коляске. Шасси не занимает отдельное место в багажнике, не заставляет вас вспоминать, а как там эта штука крепится. Они уже спрятаны в кресле. Колёса сделаны из прочного износостойкого пластика. Передние – поворотные, а на задних есть две кнопки – блокировка и разблокировка движения. Конечно же, такая коляска лучше всего будет чувствовать себя на ровной поверхности, а вот на каменистой или заснеженной дороге будет ощущаться тряска. Амортизаторов тут нет, но это и не вездеход. Ключевая особенность – лёгкость и быстрая трансформация на случай поезда к магазину или на плановые осмотры к терапевту. Наверняка вы задумывались об этом чуть раньше, но если нет, то сейчас точно спросили, а не испачкают ли колёса салон автомобиля? Ответ – нет. Всё потому, что производитель продумал и этот момент и положил в комплект тканевую подстилку. Также можно докупить специальные накладки на колёса. Ручка у коляски телескопическая. Нажимаете кнопку по центру и настраиваете удобную высоту. Если зажать кнопки под ручкой и подвинуть её вверх, можно перевести коляску в так называемый режим «катим рядом». Ну что, прогулялись? А теперь едем дальше. Для этого перекидываем ручку в верхнее положение, нажимаем кнопку с задней стороны, складываем колёсики и вуаля! Всего за пару движений коляска опять превращается в автокресло. Ручка, кстати, в таком положении открываться не будет. Это сделано для безопасности и защищает от случайных нажатий. А если решили заскочить в гости и не знаете, куда положить ребёнка, чтобы он немного поспал, просто оставьте его в кресле, переведите ручку в положение прогулочной коляски и аккуратно покачивайте, как в люльке. Получается настоящее устройство 3 в 1. Автокресло, коляска и люлька. Весит Дуна 7 килограмм. Прибавьте вес своего ребёнка и поймёте, насколько тяжело было бы таскать его в руках, особенно с пакетом или другими вещами на перевес. Колёсная база освобождает вас от этого. У кресла есть азиатский, американский и европейский сертификаты безопасности. Дуна прошла международный краш-тест АДАК и получила оценку «Хорошо». Кресло одобрено для авиаперевозки. Вы можете взять его с собой в салон самолёта или сдать в багажный отсек. Правила лучше уточнить у вашего перевозчика, чтобы даже в другой стране малышу было комфортно, как дома. Для большей безопасности в поездке, производитель рекомендует упереть ручку автокресла в сиденье. Если машина резко затормозит, кресло сначала потянет вперёд, а затем по инерции назад. Ручка послужит преградой от сильной тряски. На вопрос, как защитить себя от подделок, отвечаем. При покупке обращайте внимание на бренд. Если видите Дуна, то это 100% оригинал. И не стоит гнаться за подозрительно низкими ценами. В интернете есть много роликов с провальными краш-тестами таких подделок. А теперь проведём собственные эксперименты, чтобы оценить удобство использования Дуна. Краш-тесты без специального оборудования у нас, конечно, сделать не получится. Но кое-что мы всё-таки проверим. Например, посмотрим, насколько легко отстирывается грязь тканевой обивки. Для этого мы разлили молочную смесь и детское пюре. Снимаем чехол, закидываем в машинку на деликатную стирку и ждём результат. Как видите, всё отстиралось. Можно одевать чехол обратно. И, конечно же, проверим, так ли эффективна тканевая подстилка, которая идёт в комплекте. В любое время года грязь на улице неизбежна. Покатаем по лужам нашу коляску и посмотрим, испачкает ли она заднее сидение. Складываем коляску. Вот тут риск запачкаться самому точно есть. Без этого никак. Стелим подстилку и ставим на неё автокресло. Спустя 15 минут убираем кресло и смотрим, что вышло. Грязь, которая стекала с колёс, осталась на подстилке и немного на ковриках автомобиля. Сидение чистое, ни одного пятна. Особенно актуально для автомобилей с тканевым салоном. Наш вердикт – подстилка оправдала ожидания. Но для идеальной чистоты накладки на колёса лишними не будут. Дуна – это прежде всего автокресло. Оно не заменит вам полноценную коляску-внедорожник. Но отлично подойдёт для родителей, которые часто путешествуют или даже во время поездок в магазин не расстаются с малышом. Кресло легко разбирается и превращается в коляску. А ещё освобождает место в багажнике для других вещей. Это безопасная и функциональная модель для современных и активных родителей. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Ссылку на модель мы, как обычно, оставили в описании к видео. Подписывайтесь на канал и пишите, как вам автокресло Дуна. А если вы уже пользовались таким, поделитесь впечатлениями. Мы обязательно почитаем.